Банк Англии в очередной раз проявил всем известный британский консерватизм. Курс монетарной политики не изменился, что не удивило аналитиков, прогнозировавших такой исход. Процентная ставка осталась на 320-летнем минимуме в 0,5%, а программа по выкупу активов в прежних объемах – 375 млрд фунтов. Впечатляющие темпы роста экономики Соединенного Королевства стали причиной к дискуссиям относительно срока ужесточения монетарной политики. Даже глава Банка Англии Марк Карни, выступая 12 июня, позволил себе высказать предположение о том, что процентная ставка может быть повышена раньше намеченного срока. Кстати, многие эксперты открыто выражают свое недовольство Марком Карни, обвиняя его в замалчивании планов британского регулятора. Более того, Карни проявляет определенную безответственность за свои обещания. Если в течение прошлого года главным условием для ужесточения было достижение 7% уровня безработицы, то уже после того, как рынок труда продемонстрировал гораздо меньшее соотношение безработных британцев, было избрано новые условия, касающиеся инфляции, которые, к слову, также не было соблюдено. Нынешний документ участники валютного рынка встретили без особого энтузиазма. Решения от Банка Англии не нашли отражения на курсе валют. В паре с американским долларом фунт стерлингов сохранил свое равномерное и нисходящее движение, опустив котировку к отметке в 1,71,10 цента США. Вероятнее всего, в краткосрочной перспективе валютная пара продолжит торговаться в боковом направлении. Таковы были новости на текущий момент. О том, что еще случилось в мире финансов, расскажем в следующих выпусках. Всего доброго, оставайтесь с нами!